Мы не позволяем концентрировать, во-первых, в одном месте возле Северодонецка или, например, на Донецком направлении большие контингенты. Ну и еще, конечно, поставляем новые резервы. Уже они поступают буквально в последние дни. И новейшая техника. Она еще не вся поступила, мы сразу же скажем. Но в ближайшие недели-полторы еще новые контингенты США, Британии и стран Европы будут поступать. Особенно важно это ракетные средства, которые все-таки были под сомнением, поставят или нет. Это те средства, которые будут использоваться как ракетные средства, не как тактические баллистические ракеты. Вот как Эскандер, например. США пока не решили вот такие средства поставить. Но как ракетные средства, как Ураган, например, Свеж, например, вот такого рода мы будем иметь эти средства, которые будут поражать любые цели. возле Северодонецка, Краматорска, Лисичанска, по этим всем направлениям трасс, которые они сейчас пытаются перекрывать, ну, тем более, по другим направлениям, например, Херсонское, Харьковское направления, где мы можем поражать всю систему артиллерии, дальнебольной артиллерии, все ракетные средства и смерч, ураганы и другие мощные системы, которые работают по нашим войскам и которые уничтожают наши города. Вот тут мы можем уже наносить мощнейшие удары, их уничтожать, а после этого проводить очень мощные контратаки или уже тактические наступательные операции. Вот сейчас вот такой переломный период, он еще будет тяжелый, тут нужно недооценивать россиян, они еще бросают последние контингенты, сейчас собираются еще мобилизировать скрыто до 40-60 тысяч новых военнослужащих, но это те, которые были предписники, те, которые были запасники, их еще нужно готовить, обучать, конечно, и, соответственно, будут пытаться бросать бой. Но эта тема не решает проблемы. Мы имеем и резервы намного больше за счет и мобилизации, и особенно прекрасного обучения, и, конечно, уже ракетные средства, я уже не говорю о бронетанковых средствах, а поступающих сейчас, авиации новые, да, она была разобрана в состоянии, но мы ее собираем быстро. Летчики наши уже имеют очень хороший опыт и могут проводить уже наступательную операцию вместе с ракетной, бронетанковой техникой и нашими, соответственно, подразделениями. В первую очередь, я вижу, уже могут проявлять свою силу спецподразделения. Это силы быстрого реагирования, это может быть и Северодонецк, это Донецкое направление, это Херсонское направление, это Изюмское направление. Сейчас вот как раз тот пик, который может дать, во-первых, очень мощный отпор врагу и, с другой стороны, дать поводы для того, чтобы мы начали наступательные операции.